В связи с началом войны пришлось все бросить, что там было, и переехать куда-нибудь за новой, лучшей жизнью. У меня в России был бизнес, да, свой по переездам, но в связи с началом войны я решил из него выйти. То есть я компоненту сказал, что я продолжать не вижу никакого смысла. В нем прям есть эта городская энергетика, она чувствуется. Трачу только на физическую пищу, пока свои ресурсы, особенно если это аргентинское гражданство, от нее отказаться нельзя. Выбирали Аргентину, потому что мы жили и в Таиланде, мы жили в Европе, в Испании, в Польше. То, что мы слышим в России, оно как бы не совсем соответствовало тому, что здесь есть на самом деле. Никаких гарантий, ничего, мы не подписывали, не искали никаких поручителей. Примерно вот на аренду дома, на продукты, вот на какие-то вот такие базовые вещи уходят долларов в месяц. Всем привет, мы с моей женой переехали полгода назад в Аргентину и живем в Буэнос-Айресе, поэтому подписывайся на наш канал и следи за нашими выпусками, будет очень интересно. Ну а я сейчас нахожусь в аэропорту Кордовы, это второй по численности и по значимости город в Аргентине. Здесь я очень круто провел время и, что самое главное, провел это время с пользой. Я записал для вас несколько интервью о жизни в провинции. У нас в этом выпуске будет два героя. Один из них это Дмитрий, который живет в самой Кордове, причем в достаточно хорошем районе, с очень удобным месторасположением. И второй из героев это Сергей и его семья, которые живут в 30 километрах от города, но от моего отеля это примерно было в 50 километрах. Погнали, посмотрим этот выпуск и поехали. Жара капец, ребята. Стало еще жарче как будто бы, особенно когда рюкзак там за спиной. Спина вся мокрая. В общем, приехал я к Диме. Диме изначально сейчас покажу, где меня высадил таксист. Вот там меня высаживает таксист, говорит, тебе надо дорогу перейти. Ну, собственно, дорогу перехожу. Оказывается, вот это здание. Вот здесь вроде автомойка, но... Но Дима сказал, что я верно приехал. Сейчас он через 5 минут выйдет, встретит меня. А здесь мы видим офис Клара, телекоммуникационная компания, чьими услугами я пользуюсь в качестве мобильной связи. Вот здесь какая-то аллея и зеленые зоны. Достаточно все интересно, красиво выглядит. Единственное, что, ну, очень жарко. О, а вот и походу Дима сейчас выйдет и встретит меня. Ну, если говорить про безопасность в Аргентине, то Дима сейчас оставил дверь открытой и пошел вот так далеко выносить мусор. То есть, значит, здесь спокойно, комфортно и безопасно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот я у Димы в апартаментах. Вот так эта квартира выглядит. Здесь, соответственно, мы видим классическую печь на 4 плиты газовую. Слава богу, есть вытяжка иначе, ну, как бы было бы неудобно готовить разделочную поверхность и так далее. Есть стиральная машина, слава богу, нормальная. А вот здесь нормальная двухспальная кровать, на которой можно нормально поспать. Здесь у него, соответственно, как бы шкаф. Вот, и там, я так понимаю, у тебя туалет и душевая, правильно? Сейчас могу туда заглянуть, да? Причем, у тебя нормальная душевая, в смысле, шланг. Здесь раковина, туалет и вот здесь Дима говорит, у него нормальная душевая кабина. А, вот, вот он у нас, нормальный классический шланг. И вот вам вид, как я часто говорю, про колодцы и так далее. Здесь нормальный из окон, благо вид, солнечный свет проникает. Вот, сейчас с этой стороны еще зеркало достаточно большое, светильники, какие-то полочки. Сплит-систему мы видим. Меня зовут Дмитрий, Дмитрий Стародубцев, мне 35 лет, я из России. Спешно в связи с началом войны пришлось все бросить, что там было, и приехать куда-нибудь за новой, лучшей жизнью, да? То есть сначала это были планы просто выехать из России, это был Кыргызстан, я там прожил месяц. Потом там, в Кыргызстане уже мы с женой узнали, что оказывается в Парагвае можно достаточно легко получить вид на жительство. Ну и стали собираться в Южную Америку. И, получается, май мы провели в Кыргызстане, июнь мы провели в Стамбуле, и в конце июня приехали в Южную Америку, и здесь вот колесим. В Южную Америку мы въехали в конце июня, не помню, там 28-е число, там 27-е, что-то такое было. В Сан-Паулу, это Бразилия, и сразу же вот поехали на автобусе в Парагвай. Буквально 18 часов, и мы уже были в Парагвае, где мы, собственно, начали процедуру оформления вот этого вида на жительство, да, постоянного вида на жительство. И заняла она у нас около трех недель. Ну, три недели мы, соответственно, в Парагвае жили, вначале в городе в Инкарнасьоне, и иногда заезжали в город Ассумсьон еще, то есть это столица. Что можно сказать про Парагвай? Ну, он меня разочаровал, честно, да, потому что, как бы, да, там есть потенциал большой, низкие налоги, вот то, про что все говорят, что пишут, собственно, то, из-за чего мы сначала поехали, и у меня были планы, что может какой-то там бизнес начать, вот, с таким мягким законодательством, да, но по факту выяснилось, что парагвайцам просто это не нужно. То есть сегодня буквально в парагвайском чате задал кто-то вопрос, чего не хватает в Парагвае, какой бизнес можно сделать, на что я ответил, что это неправильный вопрос. Не хватает чуть менее, чем всего, но правильный вопрос, что из того, что не хватает, нужно парагвайцам. И вот мое мнение, парагвайцам особо ничего не нужно, то есть и уровень развития вот страны где-то, ну, как Россия в 90-х, то есть даже вот эта столица, это как областной центр России, то есть, ну, мне, как вот человеку, который любит городскую инфраструктуру, да, мне там скучно просто было, вот, поэтому из парагвай я в итоге уехал, ну, то есть сразу было очевидно, что там не получится долго жить, просто не мой стиль, да, и мы просто как подали все документы, и у нас еще было где-то полтора месяца до обратного билета, да, мне супруга, потому что ей нужно было вернуться в Россию, мы эти полтора месяца решили поездить по Южной Америке, поехали вот в Аргентину, у нас была первая остановка в городе Санта-Фе, это недалеко отсюда, где-то километров 300, потом мы побывали в Кордове, Мендоса, из Мендоса уехали в Чили, в Сантьяго, там прожили где-то дней 5 или около того, снова вернулись в Мендосу, затем Росарио, Буэнос-Айрес и Ла Плату захватили, где-то, ну, в городах мы жили обычно где-то по 3-5 дней, в Буэнос-Айресе, по-моему, 7 или 8 дней, чуть подольше, потом Антавидео, Уругвай, там мы тоже где-то дня 3 провели, и около 10-12 дней провели в Бразилии, в основном во Флорианополисе, потом у меня супруга улетела, а я решил вернуться на 3 границы, то есть это место, где на слиянии рек Игуасу и Параны пересекаются Парагвай, Аргентина и Бразилия, там вот 3 города, они все очень близко находятся, друг к другу я захотел оценить потенциал этого места, посмотреть, и там я провел еще полтора месяца в Бразилии, в Флорианополисе, периодически забегая в Парагвай или в Аргентину. Скажем так, потенциал там, конечно, есть, но опять же, я хочу городскую жизнь, большую, красивую и так далее, и в этом плане Аргентина мне нравится больше всего, здесь красивые большие города, развитая инфраструктура городская, при этом она мега дешевая, то есть это самая дешевая страна вот из этих пяти, ну и, собственно, оставался выбор только, куда переезжать в Аргентине. Я рассматривал из всех городов, которые посетил, мне понравилось Росарио, мне понравилось Кордово, мне понравился Буэнос-Айрос и Ла Плата, я их Санта-Фе, да, Санта-Фе тоже рассматривал. В принципе, все эти города я рассматривал, но у меня было несколько вполне таких прагматичных пунктов, да, для переезда, то есть первое, так как я бросил все, когда уезжал из России, то ни доходов, ничего нету, да, то есть я жил на накопление, получается, но они имеют свойство заканчиваться очень быстро, поэтому, конечно, надо было выбрать вариант, где можно жить подешевле, то есть Буэнос-Айрес по этой причине уже отпадал, тем больше, что там еще жилье сейчас выросло в цене, это, ну, минус Буэнос-Айрес, да, второй момент, у меня вот хобби есть дуэльное фехтование, оно мне позволяет очень быстро адаптироваться в среде, социализироваться, узнавать какие-то вот моменты, да, которые люди здесь годами живут, экспаты, и не знают, а я просто с местными, благодаря этому хобби общаюсь, и это местные такие, ну, весьма продвинутые, да, то есть они какие-то интересными, какими-то делами занимаются, там, у них какие-то жизненные такие приоритеты, активная жизненная позиция, то есть через них много чего можно узнать очень быстро, вот, и получается, из всех этих городов, которые я назвал, только в Кордове было дуэльное фехтование, ну, и третий пункт, это возможность обналичивать крипту, то есть, в принципе, это в Аргентине, наверное, есть везде, в любом городе, но я нашел вот только из этих городов, только в Кордове, 100%, ну, Буоносарес тоже, но Буоносарес просто из-за маленького бюджета, да, то есть не рассматривался, ну, вот, в итоге вот из-за всех этих причин я приехал в Кордову, и да, стиральная машинка еще, вот, это тоже важный пункт, так как, опять же, я не знаю пока как, как жить, где жить, то есть насколько понравится, не понравится, я, в принципе, вот как приехал с одним чемоданом, я так вещей до сих пор не покупаю, и в случае чего готов переехать дальше куда-нибудь, соответственно, я не собираюсь ничего покупать свое жилье, да, то есть я хочу арендовать жилье, чтобы все было готово, ну, собственно, что я вот и сделал, и стиральная машинка как раз-таки, это фишка такая в Кордове, то есть здесь практически все квартиры, вот эти на короткий срок, сдаются со стиральными машинками, в остальных городах, которых я смотрел, стиральные машинки редкость, как правило, вот все в квартире есть, стиральной машинки нету, ну, а ходить постоянно в прачечную, как бы это не очень удобно, и потом один раз они мне запороли футболку, ну, в общем, такое себе, так что вот это еще один бонус Кордовы был, вот, конечно, не основной момент, но тем не менее. Я когда приехал в Кордову, я поселился в хостеле сначала, и на три, по-моему, ночи, что ли, взял, и решил, что что-то за три ночи попробую найти. Собственно, квартиры я смотрел еще дистанционно, да, то есть на аргентинских сайтах. Мне больше всего понравился сайт зона проб точка ком точка арт, по-моему, короче, зона проб, его легко загуглить, там, как там удобный поиск именно по временным квартирам, да, вот, которые уже укомплектованы все. И, собственно, нашел вот эту квартиру я где-то за полтора дня. Ну, параллельно с ней я нашел еще одну квартиру, да, в другом районе, там, побольше она, ну, и подороже. Ну, остановился на этой, да, то есть почему так? Потому что здесь, получается, квартира от собственника напрямую у меня вышла, да, то есть, причем изначально я снял, вообще, нашел другую квартиру, его же квартиру, это собственника, но в другом районе, сходил, посмотрел, квартира классная, мне понравилась, район не понравился. Я ему об этом сказал, он говорит, у меня вот есть квартира еще вот в районе парка Сармиэнта. Я говорю, отлично, как раз вот то, что мне надо, вот это вот то, что я хочу. Он привез меня, показал, вот эту квартиру показал. Еще за стенкой там квартира, вчера, кстати, парень из России в Парагвай тоже разочаровался, туда заселился, то есть, я ему дал телеконтакт, они договорились вчера, то есть, тоже теперь у меня сосед есть из России, у нас тут потихоньку здание брусевает, да. Другая квартира, еще я через риэлтора, да, смотрел квартиру, то есть, побольше в другом районе, красивая, хорошая квартира, очень удобная, стоимость вот этой квартиры на 70 тысяч песо, да, то есть, в месяц, то есть, на момент заключения договора это был 241 доллар, сейчас это где-то 210 долларов, ну, потому что песо процентов на 10 упал за это время. А что квартира за стенкой, что другая квартира, вот, которая смотрел с риэлтором, она стоила 100 тысяч песо в месяц, ну, как бы, существенно, в полтора раза дороже. И самое главное, что та квартира, которая через риэлтора была, там надо было платить сразу за три месяца вперед, то есть, ну, как бы, а я же понимаю, что вот здесь я плачу помесячно, соответственно, каждый месяц я плачу все меньше и меньше. И это хорошо, это мне нравится, когда мои расходы сокращаются, они растут, да, там, получается, я должен был выносить сразу большую сумму и все, и фиксировал ее. Ну, и плюс комиссия риэлтора была 10% от контракта, то есть, это еще считается, сколько, ну, грубо говоря, половина от стоимости квартиры в месяц получается. Короче, остынулся я вот на этом варианте в итоге. Что касательно квартир вообще в целом, да, агентов по недвижимости и так далее, тут тоже, на самом деле, многое зависит от агентства недвижимости. То есть, вот, собственник моей квартиры, у него, кроме того, что она у него в собственности, да, у него еще и агентства недвижимости, которых он управляет чужими квартирами. Ну, в этом случае, конечно, комиссия уже есть, то есть, он свои квартиры без комиссии задает. И так как в последнее время несколько россиян спрашивал, а где жить, я им давал контакт с собственником, он мне буквально там позавчера сказал, слушай, я, короче, не знаю, как с россиянами, говорю, давай ты будешь у меня главный по россиянам, мы там тебе комиссию поделим, все как надо. Ну, то есть, короче, меня подрядили здесь на риэлтора, провезли меня по объектам, показали, какие сейчас квартиры, дома сдаются, так что, кому надо в Кордово, пожалуйста. И здесь какой момент, что я хотел сказать, то есть, у вот этого агентства порядок такой, что комиссия 100%, но она платится один раз. То есть, дальше ты продлеваться можешь хоть 10 лет, неважно, комиссия просто разовая. И сами по себе ребята очень такие ответственные, да, то есть, ну, например, кровать, у меня сломалась кровать в первую же ночь, это было утром субботы, получается. Утром субботы я написал собственнику, что, слушай, у меня тут кровать сломалась, надо изменить. Это было часов в 9 утра. К часу дня он мне уже привез на выковать в субботу. То есть, я много слышал о том, что аргентинцы, если что-то там будет сломано, ты будешь ждать там неделями, а то и месяцами, пока устранят. Вот у меня ребята не такие, то есть, поэтому как бы я их и рекомендую, да, ну, и поэтому сам очень вот рад с ними, как сказать, работать. Что касается расходов на жизнь, то я пока что еще нахожусь все-таки в режиме экономии. Пока я трачу только вот самое необходимое, то есть, что это жилье, ну, еда, парикмахерская там иногда, то есть, собственно, более-больше ничего. Поэтому сколько уходит на еду? Учитывая то, что первый месяц, когда я здесь жил, я дома вообще не готовил. То есть, да, у меня там плита есть, но я и не пользовался. Я, ну, максимум, что резал фруктики какие-нибудь и кофе пил. То есть, все остальное я всегда ел в кафе, то есть, два, ну, как правило, два раза в день. Потому что в обед я ел немного, а на ужин я брал порцию, которую на следующий день еще доедал, потому что здесь порция огромная, я не могу их съесть за один раз физически. Вот, и за, получается, первый месяц жизни у меня ушло где-то 300 долларов. Ну, помимо жилья, еще 300 долларов на то, что я дважды ел, причем в хороших кафе. То есть, я не в столовке ходил, я иногда вот прямо в Буэнбастер, в центре города есть кафе, оно достаточно дорогое, то есть, там вот я ел. То есть, я, скажем так, в режиме-то экономии, конечно, но не настолько, чтобы сидеть на хлебе и в воде и там на подножном корме и есть в каких-то забегаловках, да, то есть, я люблю сходить в красивое заведение и там нормально заказать и там посидеть как следует. Вот, и при этом у меня ушло 300 долларов. И еще 70 долларов у меня вышло непредвиденных трат, сломался телефон внезапно, просто перестал работать и пришлось срочно покупать новый. С женой у меня все хорошо, она приезжает буквально через пару недель, вот сейчас она в России, ей просто нужно было вернуться, кое-какие там дела закрыть и кота привезти нашего ворота. Да, то есть, у нас есть кож, и, соответственно, пока было непонятно, где нам жить, как жить, я здесь остался, чтобы как-то обустраивать быть, ну, собственно, все, я все вопросы решил, вот через две недели жду жену, с кожем будем здесь втроем жить. Что касается работы, то есть изначально у меня в России был бизнес, да, свой по переездам, но в связи с началом войны я решил из него выйти, то есть я компаньону сказал, что я продолжать не вижу никакого смысла, перспектив российской экономики нету, ну, и вообще в целом эта политика безумная совершенно, короче, я уезжаю. Закрываем ли мы компанию и уезжаем или нет? Ну, на что компаньон сказал, что он не видит себя за границей, поэтому он остается, будет управлять сам. Какое-то время я даже немножко поработал из Бишкека, там, из Стамбула, но я решил, что зачем мне это надо, потому что я считаю, что в течение следующего года доллар будет стоить 500 тысяч рублей, примерно в этом диапазоне, и те деньги, которые я могу зарабатывать в России, они ничего не стоят абсолютно. То есть рубль – это не валюта и даже не деньги. Поэтому изначально у меня был план найти работу по удаленке. Опять же, надо понимать, что в Латинской Америке тоже часто в чатах спрашивают, как, кем устроится на работу, и так далее. Ребята, здесь нет работы, здесь ее очень мало, платят мало, никто вас здесь не ждет. Это не то место, куда имеет смысл ехать ради работы. А современный мир дает кучу возможностей работы по удаленке, и на самом деле лучше работать на какую-нибудь американскую или европейскую компанию, или канадскую, на какой-нибудь самой стартовой, базовой должности, и это будет все равно больше денег приносить, чем работать здесь по специальности. Ну и опять же, к вас к месту не привязывать. Такой был мой план, это найти именно удаленную работу на какую-то компанию, которая платит в валюте и не работает на Россию. В итоге вот три недели назад я устроился на работу, искал я в основном через HeadHunter, то есть это я покажу в Бразилии еще временно, скажем так, я использовал только HeadHunter, и когда я сюда переехал, я еще подключил американский сайт Indeed и начал заполнять профиль на LinkedIn, но нашел работу раньше, чем дошел до этого. Нашел работу в итоге через HeadHunter, я работаю на французскую компанию, занимаемся мы оформлением видов на жительство в Евросоюзе через стартапы. Это на самом деле не так сложно, как может показаться, то есть в Европу может уехать практически каждый, но единственное, что надо понимать, это довольно дорого, это не Латинская Америка. Если кто-то из подписчиков не рассматривает все-таки Латинскую Америку, а хочет Европу, пожалуйста, можно написать мне в личку, вот для подписчиков твоего канала эксклюзивная скидка будет 500 евро на наши услуги. Что касается города Кордова, то здесь около полутора миллиона населения, я точно сейчас не помню цифру, но где-то так, это второй город страны после Буэнос-Айреса по численности. И вот в нем прям есть эта городская энергетика, она чувствуется, есть несколько районов, типа Ноева Кордоба, типа Гуэменес, Генерал Бельграна, по-моему, тоже, где такая многоэтажная застройка, многоквартирные дома стоят, да, и вот в этих районах прямо сосредоточена вся городская инфраструктура, там все прелести мегаполиса есть, там тебе развлечения на любой вкус, особенно Гуэменес, если, допустим, бары, клубы, это обязательно туда, там просто каждая дверь, это какой-нибудь бар, клуб и так далее, они все в разных стилях, и, ну, очень интересно там. Но большая часть города это все-таки такие районы, типа, как сказать, коттеджных поселков, что ли, ну, разной степени коттеджности, скажем так, то есть где-то это прямо трущобы могут быть, где-то это весьма приличный, приличный частный сектор. Как бы кому как нравится, то есть я не очень люблю эту сельскую жизнь, мне нравится именно городская жизнь, и хотел бы я жить в Новой Кордове, но там подороже будет, поэтому я поселился в километре от нее, мне тут недалеко ходить, но все-таки я живу в такой, как бы, можно сказать, в сельской части города. Тем не менее, в сельской части города тоже есть магазины, и кафе, ну, просто они в значительно меньшем количестве. Что касается культуры, здесь вот интересный момент, в 40 километрах от Кордова есть город Карлспас, там лагуна, озеро, река, горы, красота всякая, и вот культурная жизнь Кордова находится там. Вот со слов, да, аргентинцев, что если, допустим, какая-нибудь театральная группа приезжает, допустим, из Бунасайя, они выступают не в Кордове, они выступают в Карлспасе, то есть это вот Карлспас в 40 километрах, это вот, скажем, культурный такой центр данного региона, а не столица региона, вот какая-то интересная особенность. Я пожелал бы не спешить с решениями, не в плане, что уезжать, уезжать надо, как в том анекдоте, хоть тушкой, хоть чучелом, ехать так и надо, да, а в плане не хвататься, вот приехал сразу, буду жить в Аргентине или буду жить в Парагвайе, опять же, то, о чем ломается много копий, люди почему-то приезжают и сразу же нацеливаются на получение гражданства, здесь есть минусы, в каждой стране есть свои минусы, надо их понять, прежде чем принимать решения, надо понять, готов ли ты с этими минусами жить, потому что потом тебе с этим гражданством всю жизнь, особенно если это аргентинское гражданство, от него отказаться нельзя, вот, то есть ты его получаешь, а при этом налоговое местное будет тебя кошмарить, то есть пока ты здесь не гражданин, как турист, ради бога, ввози в любых количествах через крипту, там, или наличкой, кэш, трать деньги, никто тебе ничего не скажет, как только ты становишься гражданином, каждая твоя копейка начинает, что налоговое интересовать, вот буквально вчера на встрече местных экспатов, русских, рассказывала одна девушка, она 7 лет здесь уже живет, и как получила гражданство какое-то время назад, и говорят, что ей, допустим, после этого стали задавать вопросы, а что вы так много на Меркада Либра покупаете, то есть Меркада Либра это аналог Авито, да, то есть откуда у вас деньги, вот, то есть пока она жила по виду на жительство или как турист, никого эти вопросы не интересовали, а тут заинтересовали, вот вопрос, вот надо, вам это, я, например, точно этого не хочу, поэтому я вообще не рассматриваю получение гражданства Аргентины, как бы мне не нравилась эта вот страна, да, и про любую, на самом деле, страну, у меня же, опять же, на канале я периодически в своем выкладываю мысль, да, по этому поводу, и я, причем, отвечаю именно в негативном аспекте, не в плане, что я такой весь негативщик, а в плане, что моя позиция, что мы все плюсы любим и с плюсами мы жить готовы, а вот минусы, это уже вот существенно, то есть минусы, они, конечно, у каждого свои, но их надо понимать, то есть для кого-то минусы может быть существенным, и тогда, ну, что ты здесь будешь делать, да, а может быть, ну, мелочью какой-нибудь, ну, тогда тебе подходит, в любом случае, лучше иметь свое мнение, лучше составить свое мнение, приехав, и для этого не надо спешить, приезжай, любая страна Латинской Америки дает 90 дней без виз для россиян, да, ради бога, приезжай, смотри, устраивайся на работу удаленно, зарабатывай деньги, меняй место проживания каждую, не знаю, месяц, да, то есть смотри, как, чем люди живут, и за пару лет составишь картину, освоишь язык, опять же, и поймешь, что да, вот в этой стране я готов жить, и после этого уже будешь принимать решения. Дима в интервью нам говорил о том, что он занимается фехтованием, и специально поэтому мы пошли с ним посмотреть, как же проходит его тренировка, я, например, никогда в жизни не сталкивался с уроками фехтования, и вообще не видел, не наблюдал за этим видом спорта, поэтому сейчас у нас есть прекраснейшая возможность посмотреть, понаблюдать. Дима разогревается, ребята уже фехтовали в парах, и у них небольшой перерывчик. цель этого выпуска показать вам, что не все люди русскоговорящие едут жить в Буэнос-Айрес, в столицу, да, там, конечно, много плюсов, много плюсов мегаполиса, но также есть люди, которые привыкли к какой-то более размеренной жизни, жизни где-то в провинции. Именно в эту провинцию мы и отправились. Я проехал на автобусе 800 чем-то километров от Буэнос-Айреса, приехал в Кордову, и теперь еще от Кордовы еду 50 километров, чтобы посмотреть, где же живет наш новый герой Сергей. Он живет в каком-то, насколько я понял, закрытый поселок. Я могу, конечно, ошибаться, приедем, сейчас увидим. Вот, еду на такси, трачу на него примерно 7-8 тысяч песо, пока у меня где-то 5-300 набежало, но я еще не доехал, еще где-то 10-15 километров нужно доехать. Вот, думаю, что будем, наверное, вводить мы какие-либо донаты на следующие поездки, то есть, если вы хотите, чтобы я поехал в какой-нибудь другой город, другую провинцию, поснимал, как живут люди там, то, дорогие мои, нужно будет теперь раскошелиться вам, потому что все-таки YouTube-канал это больше хобби, а не заработок, вот, и тратить на него свои деньги всегда я, естественно, не могу, у меня есть моя семья, поэтому, если вы захотите, чтобы я съездил куда-нибудь в Мендосу, в какую-нибудь другую провинцию, поснимал там, может быть, поснимал конкретно для вас, то есть, ваш персональный заказ, какой-то выполнен, без проблем, оплачивайте мне поездку, я съезжу, узнаю, как там живут люди, разузнаю для вас какую-либо информацию, которая вам нужна, может быть, касаемо вашего бизнеса, либо еще чего-то, с удовольствием, пишите в личку, пообщаемся, обсудим этот момент. Я сейчас нахожусь в прекраснейшем месте, здесь тихо, спокойно, здесь вокруг зелень, и здесь живет наш новый герой Сергей со своей семьей. А вот там мы видим пальмы, вот с той стороны мы видим горы, только посмотрите, какая красота, представляете, насколько классно здесь жить. Вот здесь она настоящая, наверное, жизнь не городская, ни в коем разе, а такая тихая, размеренная, спокойная. Я бы так хотел. Вот так живут соседи, ребят. Если говорить про безопасность в Аргентине, ну, вот поговорим о безопасности, да, можно посмотреть. То есть, ворота, открыты, собака, скутер, машина. Никто ничего не боится, никто ни за что, за свои вещи, ни за какие не переживает. Здесь скорее, исходя из разговора с Сережей, это дачный поселок. Сюда люди приезжают на время от времени, на свои дачи. Здесь, кстати, водятся лисы, ребята показывали. Вот так выглядят эти улочки. Так вот. Так вот, ребята рассказывают о том, что здесь к ним, к участку, прям рядышком, рядышком, приходят лисы. Они их подкармливают. Есть лягушки, которые едят скорпионов, поэтому здесь нет скорпионов, хотя скорпионы водятся близкордовые и как бы представляют какую-то опасность. Есть какие-то белые, я слышал в чате, видел, читал, и коричневые скорпионы. Вот. Я спросил, задал вопрос про пауков. Пауков, говорят, тоже таких прям ядовитых и больших нет. Есть обычные, как у нас там, я не знаю, российские скорпиончики, говорю, есть такие же, как в России, небольшие совсем паучки, которые не представляют никакой опасности, и их можно не бояться. Жарко, конечно, на улице очень сильно, но не так, как в самой Кордове. Здесь все-таки попрохладней. Ветер, все продувается, горы, все-таки горы климат меняют, они дают какую-то большую, наверное, прохладу. Люди сюда часто приезжают просто на отдых, отдохнуть, посидеть у реки. Река сейчас не... В реке сейчас нет воды, есть только русло этой реки. Купаться, то есть особо не покупаешься, потому что где-то наверху воду задерживают, чтобы она набиралась в водохранилище. Здесь мы видим столики, можно посидеть, отдохнуть на природе. Мой таксист, даже когда меня привез, какое-то время здесь побывал, сказал, что место классное, он хочет здесь устроить какой-то свой перекур. Слушайте, а нет, оказывается, вода-то в реке есть. Ух ты, ничего себе. Только посмотрите, сколько там народа. Все они играют в волейбол, или как это называется, когда это на воде. Такое прикольное дерево с какими-то, я не знаю, как их назвать, вот эти вот штуки. А вот там, видите, народ тусит, им весело, классно, хорошо. Я бы тоже, кстати, искупался в речке с удовольствием, с превеликим удовольствием. Вот. Вот здесь семья отдыхает, но не будем их снимать, не будем мешать их отдыху. Вот. Сергей со своей семьей снял прекрасный дом. Дом достаточно большой, в два уровня. И он мне рассказывал о том, что здесь год очень жарко, и три года потом достаточно прохладно. Летом. И знаете, я подумал о том, что, ну, наверное, можно тогда пожить где-нибудь в провинции Кордова. Почему нет? Если, как бы, всего лишь один год нужно потерпеть, и потом жить в удовольствие, с кайфом, в достаточно прохладе, то почему нет? сейчас пойдем во двор. Я покажу вам, как это все выглядит, как будто бы настоящее поместье. В дом не будем заходить по определенным соображениям, вот, так что покажу вам только, только двор. Вот так выглядит домик, где живут ребята. такая красота, кусты, деревья, посмотрите, какие интересные ставни, наверху балкончики, можно, как бы, смотреть на горы с высоты. естественно, как и во всей Аргентине, у попугаев, попугаев здесь очень много, у них здесь гнездо. Иди, 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 иди. Ай, хороший ты, ты хороший, дай. Ай, дай лапу, дай. Ой, молодец. Хороший, бесс, хороший. Здесь мы запишем Сергеем интервью. Вот, мы уже посидели. Ребята меня очень гостеприимно встретили. Здесь у нас Парижа. Мельком окинем все, чтобы, как бы, никому не мешать. Вот там Парижа, там, то есть, жарим шашлычки. Зона, где мы можем помыть руки, там, я не знаю, что-то приготовить, высушить тарелки и так далее. Вот, какая-то человая зона, то есть, можно полежать, отдохнуть, посидеть. Жена Сергея рисует. Вот, Сережа рассказал о том, что, когда дома не сняли, здесь были даже велосипеды, которые, которыми тоже можно пользоваться. Вот, колодец. Классные качели, только посмотрите. Вообще кайф. Я как будто бы в детстве очутился и, представляете, где-то далеко-далеко в Аргентине, в провинции Кордова, я катаюсь на качеле. Ну, кто бы мог подумать, еще пять лет назад. Кайф. Рядом с Парижей Хосблок. Здесь вот такая территория. То есть, здесь еще тоже можно что-то организовать. Обалдеть, ребята, что я увидел. Вы только посмотрите. У соседей Сергея, или это даже у Сергея на территории, вот такой огромнейший кактус растет. Вспомните, те кактусы, которые у вас были в России в горшочках, вот, это их максимальная версия. То есть, он еще может расти. Он размером как огромное дерево. То есть, ну, метры 4-5 высотой. Я в шоке. Здесь, на территории этого поселка, ловит мобильный интернет от Клара. Мы только что проверяли скорость. Вначале сигнал сильно скачет. У меня сперва показал там 30 чем-то мегабит в секунду или в минуту, не помню. В общем, сами знаете, как там. И второй раз P-тест я запустил, уже немного по-другому держал телефон. 120 или 130. То есть, как бы, интернет мобильный есть, но дело в том, что в Аргентине пакеты, максимальный пакет, наверное, в Клара, который ты можешь взять на месяц, он стоит там 4 тысячи песо. Вот делите на 5 эту сумму, получите в рублях на 40 гигабайт. Это максимальное, что ты можешь взять. То есть, если ты здесь занимаешься, как я, влогом, допустим, или у тебя работа, которая обязывает тебя отправлять какие-то объемные работы куда-то загружать в интернет, то, то есть, как-то нужно будет взять варианты. Вот. Обычный интернет здесь на скорости 10 мегабит, ну, то есть, как бы, он никуда. Здесь мы видим ореховое дерево. У меня во дворе в детстве рос орех. Он разрастаться может, ну, просто, то есть, он, это дерево может быть огромным. Прям. Вот здесь мы видим фонарь. Я привык видеть их где-нибудь в парках вот такие, но здесь он прям на территории двора. Вот, какое-то хвойное дерево. Из него только что колючко упало и я чуть не поранил ногу, но как бы нужно быть осторожным. Вот, вот там классный, я не знаю, такой элемент дизайна. Стоят камни, какой-то чан из глины вылеплен. Пойдемте посмотрим. Мне очень нравится, здесь очень уютно, очень классно, супер классная атмосфера. Смотрите, как сделано. Оп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, меня зовут Сергей. В Аргентине мы практически год вместе с семьей, с женой, с дочкой, ей 16 лет. Мы довольны, нам нравится. Мы сюда ехали целенаправленно, это было еще до разных вот этих всяких событий, выбирали Аргентину, потому что мы жили и в Таиланде, мы жили в Европе, в Испании, в Польше и понимали, что мы хотим, что мы ищем. И я могу одно сказать, что наши ожидания, когда мы приехали в Аргентину, а мы еще два месяца были в Бразилии перед Аргентиной, пока с ковидом было закрыто, мы здесь получили больше, чем мы ожидали, потому что, ну, первоначально, конечно, Латинская Америка, все вот эти наши знания, ощущения, то, что мы слышим в России, оно как бы не совсем соответствовало тому, что здесь есть на самом деле, и мы приятно удивились, что здесь больше положительных моментов мы для себя нашли, чем вот ожидали. Дом мы искали через Airbnb, у меня искала жена, Booking Airbnb, разные сайты, Facebook и так далее, но мы искали, мы четко понимали, какой мы дом хотим, то есть мы хотели поближе к природе, горы, речка, ну, вот все такое, нам нужно было, чтобы было пространство, так я онлайн работаю, то есть мне нужно что-то типа кабинета, чтобы это было отдельно, созвоны и так далее, искали месяца два, месяца три, наверное, не связывались с агентствами, потому что, ну, как-то это, не знаю, нам не заходит, потом нашли этот дом, который сдает молодой парень, и приехали, посмотрели, ну, нам очень понравилось, здесь, конечно, вот все, что в доме есть, это все здесь было, то есть мы не сняли его пустое, что очень редко для Аргентины, но вот все, что есть, все нам досталось, то, что касается стоимости, 150 тысяч песо за сам дом, плюс 10 тысяч, это вот какие-то коммунальные платежи, интернет, вода, ну, какие-то такие вещи, мне кажется, что это, ну, хорошая цена за 160 тысяч песо, с ней, не знаю, сколько это в долларах сейчас, ну, вот, но цена достаточно хорошая, мы никакой залог не платили, то есть мы, я заплатил 10 тысяч песо, когда мы приехали за полтора месяца посмотреть дом, это был, ну, типа, вот как маленький залог, но он потом вошел в стоимость первого месяца, никакие гарантии, ничего, мы не подписывали, не искали никаких поручителей, это часто работает, когда ищешь дом через агентство, то есть, да, там действительно требуют гарантию, там нужно заплатить самому агентству, поэтому мы как-то, ну, с этой темой не очень любили связываться, а здесь просто я плачусь, вот мы сейчас платим за месяц 160, из которых 10 коммуналка и все. Настрое, ребенку 16 лет, примерно, вот, на аренду дома, на продукты, вот, на какие-то вот такие базовые вещи уходит тысячи долларов в месяц, ну, плюс-минус, если какие-то вещи покупаешь, одежду, обувь, ну, чуть побольше, там, какие-то поездки, если аренда машины или еще что-то, ну, да, там чуть побольше, но в целом, я думаю, что тысячи полторы долларов, это вот вполне нормально, при этом мы вегетарианцы, ну, мы не экономим на еде, то есть, мы покупаем все, что нам необходимо, и любые вещи, там, мороженое в любом количестве, любые поездки, если мы захотели, пойти в кафе, в какой-то бар, все, вот, как бы, в эту стоимость укладывается, потому что здесь, в Аргентине, все, ну, недорого по сравнению с Европой, с Россией, там, с Москвой и так далее. Изначально, когда мы приехали, мы сняли квартиру в Кордебе, в районе Новая Кордеба, это рядом с парком, вот эта территория, где живет много студентов, сняли квартиру, и, в принципе, мы не очень любим жить в квартирах, поэтому думали, что это ненадолго, но квартира была хорошая, район хорошей, задержались там почти на год. Почему в итоге переехали за город? Ну, во-первых, потому что здесь спокойнее, во-вторых, потому что мы достаточно долго и много в своей жизни жили, вот, участок, у нас собака, хочется, чтобы она бегала, и здесь опять, мы сейчас живем, у нас горы, речка рядом, вчера, например, сел на велик, поехал кататься, вот, по таким местам, где, ну, мало людей, вот такие интересные вещи, нам просто нравится жить за городом, вот, в целом, мы не очень любим город, и, а здесь получается, что все, что для жизни нужно есть, буквально, там, на машине 30-40 минут, ты в Кордобе, ну, на автобусе, если нет машины, час, максимум полтора, и ты, Карл Спас тоже близко, это 30-40 минут, то есть, в целом, цивилизация очень недалеко, но ты живешь на природе, и это вот, нам очень нравится, вот такая жизнь. Вот это что-то такого, вроде маленького поселка, Биолет Массе, 30 километров от Кордобы, примерно, где-то 12-15, от Карл Спаса, и Карл Спаса, одно из самых популярных мест, туристических мест, и туристы едут, иностранцы, из Буэнос-Ареса много людей едет, здесь, в какие плюсы, здесь горы рядом, и много пешеходных маршрутов, мы ходили в один из таких пешеходных маршрутов, но не когда жарко очень, а вот когда погода чуть-чуть посвежее, то есть, ты просто идешь и ходишь по горам, они достаточно такие простые, там, единички, наверное, то есть, дети могут пойти, женщины могут пойти, здесь рядом есть водопады, здесь рядом есть места, где, вот нам хозяин дома рассказывал, где варанчики живут, то есть, мы тоже планируем поехать посмотреть, рядом есть озера, до всего, как бы, надо добираться, но это все вот в радиусе, там, 10-15 километров, в целом, природа красивая, нам вот в этом плане нравится. Я занимаюсь маркетингом, развитием компании, работаю на должности директора по маркетингу, это, допустим, у ребят есть какой-то продукт, они не знают, как его продвинуть, как его продавать, в разные страны мира, я собираю команду, мы разрабатываем маркетинговую стратегию и запускаем это в продаже, в продвижение, все зависит от того, какой продукт, какая компания. Если у вас возникают какие-то вопросы, если вам нужны, ну, какие-то советы, надо чем-то помочь, мы в видео оставим мои контакты, обращайтесь, пишите, ребята, которые сюда к нам приезжают, мне пишут в телеграм периодически, задают какие-то вопросы, нужна какая-то помощь, как я говорил, вот здесь все друг другу помогают, и это абсолютно нормально, поэтому пишите, обращайтесь, все, как бы, все, чем я смогу помочь, я помогу. Постарайтесь максимально продумать всякие ситуации, которые у вас могут возникнуть, с документами, с деньгами, с работой, там, еще с чем-то, ну, и находясь еще в России, там, или в своей стране, где вы живете, максимально от всего, как бы, подстраховаться, то есть найти там дополнительную работу, или прикинуть, как вы деньги будете уводить, или, ну, получше изучить страну, куда вы хотите уехать, то, что касается страны, куда хотите уехать, изучайте получше, чтобы точно понимать, куда вы едете, и что вы хотите там получить, ну, потому что всем нужно разное, страны тоже, соответственно, разные, и вот здесь, чем больше будете знать, тем, наверное, будет легче, вот, так, я точно знаю, что если вы захотите вы сможете вы переедете потому что это все возможно это почти так ну не совсем но почти так как переехать другу город но также собирайте вещи также ищите жилье больше общайтесь потому что например у нас здесь в кондобе очень классное русское сообщество ребята всем помогают подсказывают ну вот разные были ситуации все достаточно открытые можно положиться практически на каждого поэтому ищите вот такие как бы сообщества людей общайтесь задавайте вопросы и будет легче переехать и вжиться как бы в новой стороне в новой ситуации я надеюсь вам понравился этот выпуск обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии в комментариях желательно поддержать наших героев пожелать им чего-то хорошего не знаю может быть задать им какие-то вопросы интересующие вас все ссылки будут как всегда в описании до новых встреч пока пока